6 апреля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоится встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На переговорах планируется обсуждение подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Следует отметить, что выступая 31 марта на встрече с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневым Рау, президент Ильхам Алиев, касаясь предстоящей встречи, отметил следующее. «Мы получаем определенные месседжи от официальных лиц Армении. Как мне сообщили недавно, один из них заключается в том, что они считают наше предложение приемлемым. Это очень хорошая новость, и я надеюсь, что на брюссельской встрече в данный вопрос будет внесено больше ясности». Напомним, что Азербайджан предлагает следующие принципы для нормализации отношений – взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга. Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем. Воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угрозы и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН. Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений, открытие транспорта и коммуникации, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. С армянской стороны на самом деле неоднократно звучали предложения немедленно приступить к работе над мирным договором. Однако, несмотря на заявления Пашиняна и армянского МИД о готовности начать работу над договором, в риторику спикеров снова возвращается тема так называемого статуса. 5 апреля в Ереване на Площади Свободы оппозиционные парламентские фракции Аястан и Честь Имею провели многотысячный митинг, на котором рефреном звучали обвинения в адрес властей в новых территориальных уступках и требования признать независимость сепаратистского режима в Карабахе. И несмотря на то, что выступавшие на митинге обвинители Пашиняна являются его непримиримыми политическими противниками, армянские провластные СМИ и блогеры, обычно осуждающие акции такого рода, вчера, однако, поддержали митингующих. Так провластный телеграм-канал Баграмян 26 неожиданно заявляет о том, что по итогам митинга оппозиции по так называемому арцахскому вопросу между правительством Армении и оппозицией сформировался некий консенсус по отсутствию планов подписать какой-либо документ и единая позиция по сепаратистскому образованию на территории Азербайджана. Вся эта тонкая информационная стратегия вбросов и жонглирования рассказами о судьбах уехавших из Карабаха армян появились в армянской прессе и провластной благосфере заблаговременно перед встречей в Брюсселе, судя по всему, создавая для Пашиняна, вопреки заявлениям о готовности к подписанию мирного договора, исследованию пунктов заявлений, подписанных в ноябре 2020, январе и ноябре 2021 года мотивационную базу для того, чтобы занять деструктивную позицию на переговорах. К чему это может привести, несложно догадаться. Азербайджан занял выжидающую и благородную позицию, несмотря на неоднократные попытки армянской стороны доэскалировать ситуацию на границе, на продолжающиеся обстрелы и несоблюдение пунктов заявления от 10 ноября, а именно выводы остатков армянской армии с территорий, где временно находятся российские миротворцы, и разоружение незаконных формирований. Однако при отсутствии подвижек, исследованию пунктов подписанных соглашений, напомнить сепаратистам и поддерживающим их операцию «Железный кулак» азербайджанской армии будет абсолютно несложно.